И снова здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже в Венгрию на 12-й этап нашего челленджа из грязи князи в Будапешт, на эту прекрасную трассу, которую я люблю всем сердцем, обожаю, вообще, хоть бы всю вечность на этой трассе бы я катался. Вы понимаете, что я, конечно, сарказмом это говорю, ну ладно. Трасса длина 4381 метр, имеет 14 поворотов и две зоны ДРС. Ну, по факту одну, потому что вторая является очень коротеньким отрезком, можно так сказать, где обгонять, можно даже сказать, невозможно. На поле мы видим, стоит Вальтребот, он снова переквалифицировал ЭДВ и Феррари, и, как бы, для меня это только хорошо, потому что Фетель все еще, хоть и отстает от меня на больше, чем 60 очков, все-таки может стать угрозой после связок последних нескольких гран-при, потому что такие трассы, как Остин, как Сингапур, как Россия, вообще мне не подходят. И также еще Япония, хоть она мне очень нравится, но там боты какие-то просто бешеные. Ну, ладно, это мы уже посмотрим совсем скоро, может быть, через несколько дней. Но пока мы смотрим на полную стартовую решетку гран-при Венгрии. На поле у нас, как я и говорил, Вальтери Боттес. Дальше у нас идет Себастьян Фетель, больше одной десяточки разрыва, почти две. Дальше у нас идет Макс Ферстаппин, Шарли Клер, Макс Апридил Шарля, красавчик. Дальше Алекс Албан, Карлос Сайнц, Ланда Норрис, Даниэль Рикердо, Кевин Магнессон, Инка Хюлькенберг замыкают топ-десятку. Хорошая квалификация для Макларенов, хорошая квалификация для Рено, посмотрим, как они это реализуют в гонке. Ну, а я на 20-й позиции буду стараться как-то прорваться все выше и выше и пытаться выиграть эту гонку, хоть это будет практически невозможно. Тактика, медиум-хард, ничего удивительного, один пидстоп, сливаем топливо на плюс один круг и отправляемся стартовать. У меня вообще экспериментальные настройки были на этом этапе, крылья вообще были 5-10. Это, кстати, были достаточно хорошие настройки, мне они понравились. Ну, а мы переходим к старту. Гастанг не стартует, Гран-при в Венгрии, срываются все болиды с места. Я срываюсь, как обычно, хуже всех. Там просто начинается борьба 3 в ряд, 4 в ряд и желтый флаг. Даниэль Рикерта стоит поперек трассы. Я аккуратно как-то объезжаю просто полпилотона, 8 человек, и сразу же выезжает машина безопасности. На первом же круге я прохожу сразу 8 человек. Ну, 8 пилотов, потому что так и не люди, да. Ну, ладно, проходим 8 пилотов. И давайте же посмотрим, что там вообще произошло. Пока что мы смотрим на лидеров. У нас Вальтери Боксис, наверное, завоевывает премиал худший старт года, потому что он сразу просрал, сразу 3 позиции, опустился сначала на 4 позицию, а когда еще и выехал с Эфтикар, вы сейчас увидите, он еще и проиграл позицию Маклару. Ну, просто браво! Вот он появляется с Эфтикар, и Макларен его просто объезжает без какого-либо штрафа. Просто гениально! Вот, Вальтери, ты прям красавчик! Ну, а что у нас было в середине пилотона? У нас дверы наоступились друг с другом. Ника Хюльтенберг очень хорошо решил, что, видимо, Даниэль Бекерда ему как-то мешает на этой трассе, поэтому решил ему тупо сломать два колеса. Резко у нас потемнело. Ну, и как бы вы видите, как все становятся там непрозрачными. И, кстати, 4 пилота из этой вот пробки получили штрафы по 5 секунд, и почти все тут сломали передние крылья. Также у нас под с Эфтикаром, видимо, Лэйнстрол очень сильно хотел нас догнать, очень быстро ехал, и у него сгорел движок. На втором круге, в начале второго круга он сошел, ну, а на третьем круге, в конце третьего круга нам дают рестарт. С девнадцатой позиции на медиуме ЕРС полное, топливо почти на больше, чем на плюс полтора круга. Ну, а мы начинаем свой рестарт. Заново, можно сказать, гонка начинается. Две Феррари у нас лидируют, Вальтер Боттес засрял за Маклареном, ну, а мы уже посмотрим, как это все повлияет на результаты гонки. Очень чистый и красивый обгон на Даниила Квята, потому что, да, это дайвбомб, но это был такой красивый дайвбомб. Я так идеально оттормозился и попал в ворот, то, что ни у кого не повернется язык сказать то, что я как-то грязно обогнал. Ну, и уже отправляюсь за Серхио Пересом. Решил, что все-таки маловато аэродинамики. Пока что добавил на плюс два пункта, но плюс два это было бы слишком много, поэтому во следующем предстопку поставлю себе на шестерочку крыло. Ника Хюлькенберг на девятой позиции со сломанным крылом задерживает и меня, и Переса, и всю подойдущую группу. И мы просто за ним тошним в этих эсках, пока все впереди просто уезжают на 2-3 секунды. Ну, ладно, я пока что никуда не спешу. Четвертый из 35 кругов, вся гонка еще впереди. И по внешней траектории я обгоняю Серхио Переса, потому что он почему-то решил вместе с Ника Хюлькенбергом оттормаживаться посередине трассы. Также еще раз меня снесло, потому что вообще я в Венгрию забыл, когда в последний раз вообще ехал. Я походу даже в 2020 году в Венгрию ни разу не ехал. Классно. Ну, ладно. И уже сразу в начале пятого круга немедленно с обгоном Ника Хюлькенберга, также дайв бомбам, также красивым, точно попал в поворот. Также его обгоняю, выхожу на девятую позицию и начинаю просто от них улетать с каждым поворотом на секунду просто с круга. Потом, конечно, Ника Хюлькенберг начал отваливаться все ниже и ниже, потому что у него был еще и софт, а софт не вечен. И вообще все, кто сейчас передо мной, имеют комплект софт и сейчас уже начинается волна пиццопов. Первым заехал у нас Карлос Сайнса, я в это же время обогнал Кевина Магнуса и вышел уже на седьмую позицию. И передо мной огромнейшая группа с Норрисом, который немного подостал от двух Рэдбулов. А Вальтер Болл все-таки смог вырваться от Аулбана и Норриса. Кстати, да, это Макс Ферстаппен. В лидирующем группе Макс, господи, это когда мы в последний раз видели Рэдбул так высоко. Ладно. Восьмой круг, продолжается волна пиццопов. Заезжает Норрис, Феттель и Ферстаппен. И Ферстаппен с Феттелем переходят на комплект Харда. Я это вижу и думаю, что ну все, значит гонка минус. Все, победы не будет, мы это посмотрим, потому что они едут до конца. А Норрис молодец, он переходит на два пиццопа, он идет на медиум. И у него еще в конце будет еще один пиццоп на медиум. Ну и на девятом круге уже заезжает и Ботас, и Албан. Нет, Албан еще на один круг поехал. Да, и Леклер у нас с лучшим кругом тоже заезжает на пит. Но за счет андерката Себастьян Феттель выезжает далеко впереди и Шарля Леклера, и Вальтера Ботаса. И сразу же начинает проходить и Квята, и Переса тоже он начинает проходить. Пока я от них всех отъезжал, я отъехал от Переса на 12 секунд. И это был где-то круг 10-11. И я решил, что не буду медлить спидстопом. И решил заезжать на несколько кругов раньше, чем надо было по стратегии. По стратегии там вроде был 15-16 или 17-й круг. Я решил заехать на 14-м, потому что, ну, Харт он и так, комплект, ну, да, он может износиться. Вот у Феттеля он, возможно, износится. А вот у меня он точно уже не износится. У нас разница в 5 или 6 кругов между комплектами. Вот он только сейчас, он проносится мимо меня. Проносится мимо меня и Перес. И я выезжаю прямо позади Ферстаппена. И прямо впереди группы, где у нас лидирует Вальтер Ботас, который борется с Шарлем Леклером. А Шарль Леклер борется с Квятом. И я так еще удачно выехал, что, в кавычках, удачно, что я перетормозил, оттеснил из-за этого Ботаса, и Ботаса начинает атаковать Леклер. Господи, что это вообще происходит? Что за хаос у нас на выезде из спидстопа? Я просто, можно сказать, испортил позицию Ботаса, потому что Леклер этим воспользовался, сразу же его прошел. Квят остался позади, но, как бы, я должен был гордиться тем, что... Ну, блин, мне нечем гордиться, потому что мне обидно, когда я вижу, что мой напарник как-то начинает отваливаться. Ну, ладно. У нас 17-й круг, заезжает Перес на пидстоп. Я выхожу на третью позицию, передо мной Макс Ферстаппен. Он один из членов лидирующей группы, потому что он вырвался от насчет андерката вперед. И я уже сразу же думаю его где-то проходить. Попробовал по внешней траектории, не получилось. Решил на второй прямой попробовать подрубить все, что можно, и его пройти. Но у него было крыло ДРС из-за того, что он был позади Переса, который только что уехал на пид. Ну, и я решил, что была не была, буду атаковать в самом страшном повороте. Если тут немного другого задеть, еще и с модом на реалистичные повреждения, то у тебя не будет колеса, но я очень и очень чисто его прошел по внешней траектории и попал в поворот. Я прямо этому реально удивился. Ну и дальше на 24-м круге я уже начинаю подъезжать к Феттельу. Точнее, я начал-то к нему подъезжать сразу, как только прошел Макс Ферстаппена. И на 24-м круге даже поставил лучший круг. И на 27-м круге уже попал в зону ДРС. Это прям была просто сказка, потому что мне нужна была эта зона ДРС. И я теперь могу за ним держаться. Я 27-й и весь круг, и 26-й провисел за ним в секунде. Но на 28-м уже предпринял попытку атаки и его легко прошел напрямую с ДРС. Вышел на первую срочку. Неужели я этому не верил? Это 28-й круг из 35-ти. Но мне кажется, на этом, мне казалось, что на этом не все закончилось. Потому что, ну, Феттель как бы мог, он мог экономить что-то. Он мог не экономить что-то. Может, у него просто комплект сдох. И оказалась правильная версия от того, что у него реально сдох комплект просто. Ну, уже на 28-м круге я вообще поставил чуть ли не идеальный круг. Я чуть ли не все три сектора собрал. Просто в третьем секторе была небольшая ошибка в предпоследнем повороте. Там меня немного снесло. Ну и как бы все. Мы переносимся на 35-й круг, где я чуть не убился. А Псену Феттель в двух секундах позади меня. В принципе, он сильно не отставал после моего лучшего круга. У меня тоже умер комплект. Но маг Ферстаппин все отваливался и отваливался. Я думал, что увижу борьбу Ферстаппина, Леклера и Ботаса на последних кругах. Но просто борьбы не было. Никто не боролся. Я просто каждый круг нажимал на паузу, включал меню повтора и просто листал позиции. Может, кто бок о бок едет. Может, кто-то друг к другу близко едет. Но нет, ничего такого не было. То есть, вы понимаете, что в Венгрии вообще обгонов не было, по факту, кроме меня. Ну, потому что я человек. Боты тут просто не умеют обгонять. Потому что, ну, это на самом деле печально. Но, с другой стороны, прикольно. То, что в этой трассе, на этой трассе все решает квала. Это, конечно, для каких-то топ-болидов классно. Но что-то как-то Ботас показал, что в жопу квалификацию. Да-да, я выиграю пол, но получу за ту премию худший старт года. Короче, бред какой-то я наговорил. Но вы поняли, что борьбы тупо не было. Подиум у нас... Я не помню, когда в последний раз у нас был Ферстаппин вообще на подиуме тут. Потому что я припоминаю, что на подиуме у нас светилось только две команды. Это Феррари и Мерседес. Напишите в комментариях, где у нас был Red Bull на подиуме. Ну, а мы пока что смотрим на полные результаты гонки. Как я и говорил, у нас подиум я на первой позиции. То есть, Льюис Хэмилтон. Дальше у нас идет Себастьян Феттель. И третий у нас Макс Ферстаппин. Четвертым доехал у нас Шарли Клер на своей Феррари. Дальше у нас Вальтер Боттс. Они могли, если бы гонка была побольше, то у них бы точно была бы, может быть, какая-нибудь борьба. Дальше у нас приехал Алекс Албон, Серхио Перес с хорошей тактикой. Дальше у нас Норрис и Магнус и Сайенс. И два Макларена, кстати, ехали на тактике два питстопа. И показали, что в принципе она даже не такая проигрышная. Да, хоть они и проиграли позиции со старта, но в принципе тактика двух питстопов тут могла бы зарешать и, может быть, даже помогла бы Феттелю в борьбе со мной. Может быть. Ну, ладно. У нас также еще по тактике, вот, собственно говоря, у нас были гении тактики по типу Романа Граждан, которые ехали medium, medium, hard. Просто гениальная тактика. Нига Хельгенберг вообще приехал последним в 18-м позади Вильямсов. Ну и вот, вы видите, 5 секунд у нас было у Граждана, у Райканина, у Рассела и у Джовинации. И вы видите, что даже никаких контактов не было после первого круга. Это что такое игра? Где борьба? Где... Ой, обидно. В личном счете у меня уже 73 очка преимущества на Тибетяна Феттелем. Это очень сложно отыграть, но я бы его еще не списывала бы со счетом. Хотя, ай, кого я обманывал. Ладно, у нас бота с третьим в личном счете, дальше у нас Леклер, Ферстаппен и Перес, который, кстати, обгоняет пока что Албана. Просто Албан, Албан, да, как Гасли едет, нормально ему. И вообще, на этом этапе ноль изменений. И в личном зачете, и вроде в командном зачете у нас тоже ноль изменений. У нас, да, у нас ноль изменений, ничего не происходит. Просто Мерседес лидирует и у нас 123 очка преимущества над Феррари. Вот такая вот у нас красивая цифра. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok